вот если вы там или наши мужчины вот вот здесь я уверен и дайте мне свой телефон так я и дала такая быстрая быстрая американская речь еще шутками здравствуйте я наталья дуброва привет а я татьяна комарова прежде всего всех мы хотим поздравить с 8 марта и прекрасных женщин и их мужчин и мужчин и прекрасных женщин всем здоровья и счастья и всего самого любви самого чудесного прекрасного ох и видео у нас сегодня будет наверное она будет очень забавным хотя мне кажется все таки самое главное она будет поучительным для вас но одно что можно напороться в путешествии на какие подводные камни потому что редко путешествия проходят всегда гладко и идеально хорошо практически никогда и вот еще такой акцент что делать если вот если у вас произошло что-то в путешествии вот такие вот ситуации как у нас были как из этого выпутываться и как из этого выпутывались мы но и как лучше не попадать вообще в такие ситуации самое главное ну что один из самых таких ярких наших идиотизмов наташи это мой самый большой стресс вообще который вот у меня лично был в путешествии вот вы когда-нибудь вам приходило в голову в аэропорту ломать колеса и ручку вашего чемодана и вот почему это произошло мы вам сейчас расскажем ну конечно в первую очередь виновата я в этом конечно конечно виновата правда я потому что я мы летели авиакомпании изи джет мы летели рим ница мы решили на пару дней смотаться ницу летели лоукостами да там определенные вот рамки то есть определенные размеры чемодана мы летели изи джет и там я прочитала посадочный талон я зарегистрировалась я даже очень внимательно прочла размеры нас было трое я перечитывать изучали вымеряли чемодан что самое обидно все вроде все вроде все проходило все замечательно но единственное что посадочный талон нужно было внимательнее читать потому что в строчке И там, где размеры, там в этой же строчке было продолжение. Потом Таня... Вместе с колесами и с ручкой. И с ручкой. Там все-таки меленькими буквами было. Меленькими буквами по-английски. Этого никто не перевел. Да не перевел. Не прочел даже. Просто не прочел. Просто не прочел. И приезжаем мы в аэропорт. Время. Время. И начинаем судорожно вот просто... А чемодан не проходит в эту рамку. Просто не проходит и все. И так не хочется платить 60 евро просто... Да, нам женщина говорит, типа, или вы доплачиваете здесь 40 евро, или на Гейте уже при посадке доплачиваете 60. Не хочется. Не хочется. Вообще не хочется. Ну и мы стали думать, ну как же все-таки выйти из этого положения? Какой выход? Да, я начала беспокойно оглядываться по аэропорту, в поисках какого-то магазина, чтобы купить пакет, переложить туда вот эти вот все жалкие вещи, которые у нас есть. Ну, закрыто было все. А у меня вообще были мысли вообще этот чемодан. У меня ничего особо ценного там не было. Просто оставить на Гейте, сказать, present for you и улететь уже с какой-то там легкой сумочкой, с документами, просто и с деньгами. Налегке. Налегке, да. Да, и в общем, ну, мы ничего не придумали лучше. Мы решили вот ломать чемодан. Ну, то есть отломать колесу и ручку. У нас недорогие были чемоданы. Не жалко, думаю, ну, ладно, все-таки пригодится все-таки чемодан. И вещи эти тоже еще пригодятся. Не надо их там презентовать никому. Да, а чемодан-то китайский-китайский, но крепкий, зараза. Мы еле-еле отломали от моего чемодана вот колеса и ручку. А мой вообще, ну, ни в какую. Таня вообще. Я уже подскажу к девушке, служительнице аэропорта. Она смотрит на нас, как на сумасшедших. Я говорю, простите, а вы мне не поможете чемодан сломать? Она решила, что мне очень сильно плохо с головой. Ну, нас пустили. Танин чемодан остался неполоманным. Мой чемодан сломали и нас пустили. Мы полетели в Ниццу. И вот у нас была дилемма. Все-таки покупать Танине чемодан за эти жалкие два дня. Или все-таки улететь со старым. Тут же повезло, может быть, и обратно. Может, и обратно повезет. Ну, было жалко два дня убивать на то, чтобы искать чемодан. И вдруг я вот как-то почувствовала. Я говорю, Таня, вот все будет реально хорошо. Я чувствую, все будет хорошо. Ну, и когда Таню на обратном пути заставили пихать опять чемодан. Он не проводит, и меня уже ничего нехорошо. Я не понимаю. А там же оно будет хорошо. С вас 60 евро. 60 евро. И стоят в очереди европейцы, которые, вот если бы это были наши мужчины, вот здесь я уверена, кто-то бы абсолютно помог. Помог бы запихнуть этот чемодан. Или поломать. Они на меня смотрятся осуждающие, что... Вы нарушаете правила, что это такое. Типа, наглачивать. А у Наташи просто обиженная, как ребенок. Ну, как же, я же чувствовала, что все нехорошо. Почему же все нехорошо? В общем, Таня, сидя на этой рамочке, прыгала, ломала это все, значит, запихивала собственным весом туда. Я присела к ней, вот мы попрыгали на чемодане. И в конце концов сломали мы эту ручку. Сломали чемодан, да. Да, ручка, почему она держалась, так на честном столе. Сломали чемодан, да. Когда мы уже, мы все-таки летим обратно в Рим, там уже в самом самолете девушка-сюардесса помогает мне этот чемодан положить на полку. И берется за ручку, и ручка у нее, естественно, остается в руках. Она перепугалась ужасно. Она подумала, что я сейчас буду в скандале, что она мне сломала чемодан. Я говорю, все, окей, там. Окей, окей, там. Дом дворе, все хорошо. Типа мы каждый день ломаем чемодан, или у нас это нормально? Ерунда. Из этого, ребята, вывод какой. Очень внимательно читайте посадочные талоны, и очень внимательно на сайте, если у вас тариф только ручная кладь. Меряйте все-таки вот размеры. Меряйте размеры, да. И лучше всего, если у вас чемодан будет 50 на 40 на 20. Он везде пролезет, это точно. Купите себе один раз такой чемодан, и у вас не будет болеть голова. У нашей там подруги, вот третья, когда она с нами была, вот у нее был именно такой чемодан, она единственная была без всяких проблем. Да, а так получается, что ты зависишь от настроения работника аэропорта. Захочется ему вот сейчас придраться. Сделать поблажку или нет. Да, или придраться, или нет. Ну вот, вот, вот наш совет вот такой вот. А еще одна такая трогательная история. Тоже ты, наверное, что-то чувствовала, что все будет хорошо? Как ты не могла сойти в отель в Венеции? У нас есть ключ, нам рассказали, что нужно же войти в калитку. Мы что-то решили, что калитка это вот это. Ну, в общем, странно, но ключ подошел от калитки, подошел вот сюда. Мы зашли и подумали, не гоже же оставлять калитку так открытой. Мы там внутри просунули вот сюда вот руки, закрыли этот замок. Ну и, в общем, посидели там какое-то время, увидели вот эти вот ролеты. Поняли, что, видимо, не туда. С трудом, очень с большим трудом. Открыли потом этот замок. Ну, в общем, короче, выяснилось, что калитка не та. Как ключ подошел, вообще я не знаю. Ну, то есть, могло закончиться чем? Что мы бы переночевали вот в этом чудном местечке, вместо нашего отеля. Вот здесь мы могли спотункать. Ну, а слава богу, нам повезло. Вот, я не знаю, вот из таких дурацких приключений, которые иногда случаются в путешествии. Вспоминать весело, вчера было не очень весело. Ну, я еще понимаю, зайти в калитку, ну, тебя закрыть с верхней стороны. Но надо было еще ключи где-то враниться, так подальше. Ну, в общем, вот такая вот придурковатая история. Совет вам. Прежде всего, если у вас ресепшн не круглосуточный, вам дают ключи, уточните, от какой двери эти ключи, чтобы потом не вышло так, как у нас оказалась венец. Но это не единственное Наташино приключение с ключами. А это прекрасная история, как ты пыталась вломиться в опечатанную квартиру в Израиле. В Израиле так, свет на лестничных площадках не горит, и включаете вот такие вот выключатели. И идете дальше себе. Ну, в общем, короче, смешная история. Вчера возвращаюсь от Зои, ну, в квартиру друзей, где я живу, а я плохо вот запоминаю, я как не заморачиваюсь. Номера квартир, все это такое, ну, как бы я так интуитивно, и где квартира расположена. Ну, в общем, уставшая я была. Ну, и подхожу к квартире, которая, мне кажется, квартира моих друзей, они уехали и оставили ее у меня. Ну, я вижу, история такая, опечатана просто. Там, где один замок, где второй, опечатана и написана на иврите чего-то. Ну, то есть ночь, пол второго ночи, квартира опечатана, чужая квартира, куда меня пустили друзья. Я набираю Зою. Говорю, Зоя, что мне делать, квартира опечатана? Зоя мне возьми, да, и типа, ну, что, бери, открывай, говорит. Потом я подняла глаза и поняла, что номер квартиры не тот. Прикол я себе начала открывать, опечатанную чужую квартиру в Израиле. Сейчас полиция перестала разбираться, они просто хватают и теряют кутузку, и все. Ну, в общем, у Наташи что-то такое в голове, какие-то идут такие сложные мыслительные процессы, что она просто не запоминает, какую дверь открывает, какой ключ. Просто я себя считаю настолько опытным путешественником, что, ну, как, расслабляюсь. Ну, расслабляюсь, наверное, чрезмерно и не обращаю внимания на какие-то такие детали, которые все-таки важно запоминать. Будьте вот внимательны с адресами, номерами квартир. Чтобы ключик подходил именно к этой двери. Именно к этой двери. Потому что могут быть неприятности даже с полицией. В Зальцбурге тебя же тоже могли забрать в полицию. В общем-то, могли. Я в Зальцбурге, у меня серьезная проблема. Заселились в отель, все хорошо, номер оплачен, но ресепшн не круглосуточный. Дали вот такую вот карточку. Ситуация, знаете, как в старом глупом анекдоте про поле чудес. Угадал все буквы, не смог угадать слова. Так вот, я не помню номера комнаты. Вот я сейчас езжу на улице, сейчас второй час ночи. Я не понимаю, что будет дальше совсем. Вам уж и мне, ребята. Вам уж и мне. В Зальцбурге. Капец. Дело в том, что если бы кто-то из жильцов увидел, что я своей карточкой, ну, номер я, видите ли, забыла, ну, номер комнаты, в который меня поселили. Я не помнила даже географически, где он расположен. Не помнила, потому что отель довольно большой, и ресепшн не круглосуточный. Если бы кто-то увидел, а я еще думаю, там камеры стоят, камеры видеонаблюдения, что я пытаюсь в каждый номер тихенько-тихенько вставлять электронный ключ, куда он подойдет. И если бы кто-то вышел или услышал, или бы кто-то, допустим, я не знаю, как отследил бы это, ну, я думаю, у меня были бы хорошие неприятности. Ну, я думаю, ты бы все-таки объяснила, что я случайно забыла номер, ну, понятно, что, ну, воришка вряд ли будет так поступать, но неприятные разговоры были бы, я думаю, все-таки. Думаю, да. Так что все-таки запоминайте, в каком номере вы еще живете в отеле, это тоже немаловажно. Или запишите себе, или сохраните в телефоне. Я еще думала, я умная, я же снимала видео, там был конвертик, и в конвертике был ключ, наверняка есть там номер комнаты. Нету, нету на конвертике номера комнаты. А для чего это делается? Если кто-то нашел вот эту вашу карточку, электронный ключ, чтобы он не мог зайти в вашу комнату. Все равно, что пин-код на карточке, вот на платежной, да? Да, да. А еще у нас была удивительная встреча Нового года во Флоренции. Вот я все как-то переживала, вот реально мы не запланировали, где мы будем встречать Новый год. Что мы будем есть, что мы будем пить, ну, в общем, ну, как, ну, вот идет, ну, мы пошли в галерей-уфицы, провели там почти целый день, а потом вроде уже скоро Новый год, а мы, ну, и что нам делать? У нас реально одна бутылка просека на троих, и все, и больше ни места, где мы будем встречать Новый год, ни еды никакой, вообще ничего. Нет, ну, еду мы там купили, там перекусили в отеле. Ну, да, часиков так это в семь мы так перекусили, ну, больше все. А потом, ну, давайте мы двинемся в центр города, ну, что-то, что нам должно происходить, да? Да, на площадь. И вот что удивительно, ну, в общем, мы были веселы, сыты, бьены. Танцевали, пели, веселились там, нас угощали гринтвейном там, пели, плясали, знакомились с людьми. Ну, очень весело. Весело, да. И к тому времени мы еще не были видеоблогерами, вот Таня снимала на свою старенькую камеру что-то просто для себя, ну, поэтому вот оно такого... Да, такого качества. Просто вот жалко, если бы, конечно, знали бы, что нас ждет такая вот судьба. Конечно, все это было намного интереснее видеть, но уже что есть, то есть. Да, и оно, ну, как бы, мы очень, мы очень классные, я считаю, встретили Новый год, уже финала я не очень, честно говоря, помню, но утро я просыпаюсь в отеле и стоит еще бутылка вина красная. И Наташа так строго спрашивает, девочки, откуда у нас еще бутылка вина? Я говорю, Наташа, украли. Где вы взяли эту бутылку вина? Нам подвил Мариутца, и ты что, не помнишь? А, мариутца, да, я помню. То есть не надо мешать просеку с бингвейном. Мораль вот такая вот. Если вы едете куда-то на Новый год, в Европу, вот смело можете идти на центральную площадь, если у вас, допустим, вот в Мадриде я тоже так встречала Новый год, тоже бутылка шампанского и площадь Пуэрто-дель-Соль. Ну, в общем, и всегда это будет весело, всегда вы там найдете компанию. Колоритно, интересно, запомнится, по крайней мере, точно. Да, и вы там найдете с кем пообщаться и повеселиться, и вы не забудете этот Новый год. Это 100%. И еще одна вот такая вот история, там две даже истории. Одна не очень веселая, а потом получилась веселая история из невеселой истории. Мы вот были с Наташей в круизе по греческим островам позапрошлым летом. Вот, и вот этот круиз должен был начинаться и заканчиваться в Стамбуле. И вот что из этого вышло, в Стамбуле вот как раз вот в эти дни вот случился вот этот вот путь, переворот. Да, и вот письмо на электронную почту я уже получила, вот когда началось там в аэропорту. Там уже в аэропорту был Тиракт и уже пришло письмо на почту, письмо счастья, как я его назвала, до пуча даже, до всяческих предпосылок, ну вот был Тиракт, что типа мы заменяем, Стамбул небезопасен, это американская круизная компания, Celebrity, они перестраховываются страшно, мы заменяем типа... Порт, взыгреб порта, на Афины. Да, на Афины, да. А у нас уже куплены билеты, у нас уже проплачен отель, ну серьезная сумма денег, да? Да, как в принципе практически у всех пассажиров этого круизного корабля, и я так понимаю, что нам прислали письмо с тем, чтобы мы что-то делали, а потом уже они дальше будут разбираться, как с этими всеми билетами, ничего не было понятно. Ну, понятное дело, ну, нам хотелось, вот в Стамбул нам хотелось, очень хотелось, и у нас были такие варианты, типа на свой страх и риск, сойти... Сойти полететь в Стамбул, а потом догнать корабль. Да, даже не так. Мы думали выйти раньше, выйти в Куша-Доси на обратном пути, и когда корабль пойдет в Афины, а мы все-таки из Куша-Доси полетим в Стамбул, в аэропорт бюджетный Сабиха, там был такой перелет, и единственное, что нас остановило, что этот перелет был где-то, ну, в 12 часов... В общем, мы бы уже не сели на Шаттл, нам пришлось выбрать такси, а такси это было бы дороже, чем билет на самолет. Да, Сабиха это просто очень далеко, и вот это вот единственное, что нас остановило. Ну, и мы купили билет в Афины, отказались от идеи ехать в Стамбул. И слава Богу, вот это нас просто Бог уберег, да, потому что это было как раз 16-17 июля, именно вот самые такие вот военные вот такие беспорядки, именно вот в эти дни, когда мы прилетели... Мы заселились в отель в Афинах, Таня открыла Facebook, или что-то там открыла, открыла телефон и просто в шоке, что в Стамбуле, в аэропорту, типа, все перекрыто. Да мы бы не вышли просто из этого аэропорта, мы бы там вот сидели просто и ждали бы, пока нам пришли деньги. Пару дней, да. Пару дней, и забрали бы нас обратно домой в Киев, потому что мы бы... Да, и вот какая из этого получилась веселая история. Круизная компания, естественно, мы им, ну как естественно, для них это естественно, мы им послали наши билеты, вот эти вот, которые у нас сгорели. Ни копейки мы не потеряли, до посадки даже на корабль, все деньги вернулись на карточку. Но! Есть такая штука, мало кто об этом знает. Если вы отказываетесь от перелета более чем за 24 часа, при этом это лоукост, не лоукост, возвратный билеты, не возвратный, это не имеет значения. Вы имеете право вернуть аэропортовые сборы. Аэропортовые сборы в дешевых билетах чаще... Дороже, чем основной билет, да? Да, составляет большую стоимость тарифа. Вот большую стоимость реально вам вернут. И я понимала, что аэропортовые сборы я могу вернуть. Но! Я решила попытаться за эти же деньги, за эти же билеты, которые у нас же вернула круизная компания, вернуть полную стоимость билета. Потому что есть такая штука, добровольный отказ и вынужденный отказ. Письмо круизной компании из умения маршрута, это можно было расценивать как вынужденный отказ. Я же говорю, мы не потому не летим, что мы не хотим, передумали еще какие-то вещи, мы не попадаем туда. Я долго очень воевала, конечно, с авиакомпанией. Но на карточку Наташа все-таки добилась. У меня, наверное, не хватило бы энергии. То есть у Наташи можно поучиться. Главное, упорно, упорно, не сдаваясь, писать, писать, звонить, скандалить. Наташа, спортивный интерес такой был. Я туда ходила и в Custom Relations в отделе по работе с клиентами мне даже такое говорили, к нам так пассажиры не ходят. Да, пассажиры не ходят. Я хожу. Именно поэтому мы дважды вернули деньги за один и тот же авиабилет. Вот. Такая вот веселая история. История, да. Вот в Стамбул нам все-таки поехать очень хотелось, очень хотелось посмотреть Стамбул. Но мы это свое стремление осуществили на следующее лето. И вот подпишитесь на наш канал, потому что в следующем видео... Да, в следующем видео у нас будет Стамбул. И вот мы вам покажем такое удивительное место. Много чего еще интересного у нас осталось из Стамбула. Надо сказать, у нас уже были стамбульские видео. Там, где похоронена Роксолана, там даже Таня и поспала. Да, можно и помещать и поспать. А так что подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно. Ну вот. И еще такая вот особенность этот круиз селебрити, это круиз американский. Русского языка практически на корабле нет. То есть только английский, американский и причем вот такой вот свободный разговорный американский... Да, и при этом люди, они же на отдыхе, они расслабленные, они шутят, что самое ужасное. А у нас, ну как бы, наш английский язык не то, что мы там совсем его не знаем, на бытовом уровне достаточно. Но вот когда начинается вот такая быстрая-быстрая американская речь, еще шутками тяжело. И вот мы там что-то утречком пришли на завтрак, там ночью что-то не выспались, до этого там целый день где-то гуляли, вот так подуставшись. Ну я как-то сижу так тупенько, там пью кофеек, смотрю в окошко, подходит человек какой-то, мужчина симпатичный, обаятельный, и что-то мне так быстро-быстро заговорил, и фраза, да, фраза сказала. Обычно я там даже, может быть, когда не все понимаю, но все какой-то смысл, я была в него всегда. Тут он сказал быструю фразу, в чем сказал мне что-то хорошее, то ли комплимент, то ли пошутил, но я не поняла просто ни одного слова. Вот они были неповторимые лицо, я не знаю, и я так смотрю на него просто так, ну я не знаю, очень тупо, на что он так на меня тоже, а ты он так смотрел, Раша. Сочувственно, сочувственно так. Релакс, релакс. Типа это окей. Я уже не стала, что Раша, не Раша, не важно, но мне стало так неприятно, я себя почувствовала просто полной идиоткой. Еще с Истанбулом у нас тоже такое было приключение, то есть я забронировала отель на Букинге, вот, и по приезду, совершенно милое такое создание. Наши десные хозяева, нашего очень милого отеля. Но жулик. Маленький такой отельчик, хозяин назвали его Хусейн, очень такой вежливый, вкрачевый, ну как большинство турков. Да, и попросила у меня просто открыть, ну типа, у вас вот номер без балкона, я вам дам с балкона, откройте, пожалуйста, ваше бронирование в Букинге. Ну я открыла. И дайте мне свой телефон. Ну я и дала, в общем. А он бац, и отменяет это бронирование, причем, просто, он берет личный телефон, личные какие-то контакты, и убирает. Ну просто от такой наглости, да, немножко просто челюсть. Да, а это штраф. Это то есть, после какого-то времени, если я отменяю бронирование, то полная стоимость, а до этого мы уже заплатили ему наличными, то есть полная стоимость бронирования должна по идее списаться у меня с карточки. Я ему говорю, что вы делаете? Он говорит, да ничего, все в порядке, у меня даже ваш во все веку... Я вообще все время так делаю. Я все время так делаю, чтобы не платить комиссию Букингу. Но при этом, в чем моя ошибка, я читала в отзывах, что он так же людей кинул и там списали деньги. И он их типа бонус за это вот он предоставил, он их вез в аэропорт бесплатно. То есть мы в общем-то не пострадали, нам вот как-то повезло. А Кристина, ну не давайте вот мало знакомым людям свой телефон. Вообще личные данные открывать бронирование, позволять им что-то делать и вообще телефон, хозяин отеля, не хозяин отеля, не важно. Ну вот. Ну да, могут быть действительно неприятности. У нас получилась такая забавная история, так нас все время веселил этот Хусейн, но в принципе могло быть не очень смешно. Мы надеемся, что из наших вот этих вот историй вы сделаете соответствующие выводы. Но мы всегда рассказываем честно, откровенно, так что слушайте, не делайте наших ошибок. И до новых волнующих встреч. И ярких вам путешествий. Пока!